ТНВ Новости Татарстана ТНВ Новости Татарстана ТНВ Новости Татарстана ТНВ Новости Татарстана Девушка отправилась на прогулку на лыжах и не вернулась. Ее тело было найдено этой ночью. Девушке нанесли 11 ножевых ударов. Подробности в материале Сергея Хайдарова. 28-летняя девушка отдыхала на одной из лыжных баз Нижнекамского района вместе со своим мужем и шестимесячным ребенком. В тот злополучный день она решила отправиться на прогулку одна. И уже спустя три часа ее отсутствия родные заволновались и подняли тревогу. Сначала пропавшую искали родные. Ночью на поиски вышли почти 200 волонтеров вместе с сотрудниками МЧС и полиции. Подключился весь Нижнекамск. Муж до последнего верил, что супруга жива. Трех километровый, допустим, заплутала. Но надо срезать и идти меньше. Вот она, может быть, внутрь кругов пошла. Волонтеры обошли все маршруты. Заходили в лес, искали следы. Тело пропавшей нашли в два ночи. Нашел! Девушка лежала под снегом. Медики констатировали смерть. Позже, недалеко от места происшествия, криминалисты нашли сережку погибшей. Все детали сейчас выясняет следственный комитет. Было обнаружено тело 28-летней женщины с признаками насильственной смерти в виде 11 колотрезанных ранений головы и шеи. В настоящее время проведен осмотр места происшествия. Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз. Расследование, главное, дело продолжается. Это обычная трасса, где лыжники ходят каждый день. Третий день подряд я катаюсь. Вчера тоже тут катались. Вчера тоже тут катался. Ну, время было уже, я уходил уже где-то 12 часов, наверное, было. Потому что к трём часам на работу. А так, всё, тишина была, ничего такого нет. Место, где нашли тело погибшей, находится всего в 50 метрах от лыжни. До самой базы не более 200 метров. Никто ничего не слышал. В этой зоне нет и видеонаблюдения. Однако следствию всё же удалось найти свидетеля. И сейчас оставлен фоторобот. Подозреваемый, мужчина невысокого роста, азиатской внешности, на вид ему не больше 30 лет. Сейчас идут экспертизы, в том числе проверяют, не было ли изнасилования. Возбуждено уголовное дело по статье убийства. Сергей Хайдаров, Константин Бушуев, Нижнекамский район, Казань. Кто должен обеспечивать тепло в садике, разберётся прокуратура. Во власти холодного царства оказались малыши в детсаду деревни Мемдель Высокогорского района. В конце декабря мы рассказывали о том, что садик и школа остались без тепла из-за сломанного котла. Его починили, но температура в дошкольном учреждении отстаёт от нормативов. Сегодня ситуацией уже заинтересовалась прокуратура района о холодном подходе к детскому здоровью. Альбина Минебаева. В детском саду деревни Мемдель нет и половины группы из 24 ходят с шестером малышей. Зато все одеты в полный комплект. 8 числа понедельник было 8 градусов. В зале, в коридоре, и вот это наша игровая комната, 8 градусов. Это невыносимо в таких условиях. Я не имею принимать детей. В куртке ходят, в сапогах, в шапке ходят мои дети. Эти же термометры мы снимали 28 декабря. Тогда их показатели отставали от нормативов из-за сломанного котла. Спустя две недели он заработал, но температура поднялась лишь на несколько градусов. Сейчас в коридоре детского садика действительно очень холодно. Батареи, ну, они не греют абсолютно. Температура еле поднялась до 15 градусов. А вот в соседней комнате, там, где дети обедают, плюс 2 градуса, 17 градусов. И вот в таких условиях продолжают находиться дети. Два котла очень хорошо работают, но, видимо, в связи с тем, что и окна, и система отопления, вот не хватает все равно каких-то теплоты. Накануне в здании школы и детского сада побывало и руководство районного образования. Спасать детей от холода они посоветовали лишь утепляя окна. Немного температура ниже, чем требуется, но в детском садике не заклеены окна, как нужно. Тряпками, потом полиэтиленом, скотчем еще тряпку закрыли. Мы все сделали, я больше ничего не могу сделать. Молодами в садике сегодня заинтересовалась прокуратура Высокогорского района. Началась проверка и в ближайшее время прокуроры вместе с Роспотребнадзором планируют измерить температуру. Мы, наверное, придем к такому выводу, что надо будет заменить хотя бы окна. Получим заключение специалистов, будем принимать меры прокурорского реагирования. Вы прекрасно об этом знаете, это то ли административная ответственность, то ли наше представление будет вплоть до министра образования и науки. Здоровье малышей предварительно оценили в 300 тысяч рублей. Такова сумма замены 10 окон в детском саду. В 2018-м нам пообещали заменить хотя бы их, чтобы дети все же здоровыми дождались капремонта. Альбина Винебаева, Александр Лобанов, ТНВ, Высокогорский район. Не согреться, так задохнуться. После праздничных застольей на волосок от смерти оказалась целая казанская семья. Пропускающая газовая колонка в их квартире довела до тяжелой интоксикации. Газовики подтверждают, что газ без запаха или тихий убийца настолько опасен, что и вправду может убить. Как его обнаружить, пока не стало слишком поздно, выяснял Рамиль Шайдулин. Сотрудников газовой службы Амина Замалиева встречает, как соседи по лестничной площадке. Вроде и виделись только вчера, когда пенсионерки установили новое газовое оборудование. Теперь ни холодных батарей, ни сифонящих труб. Оказывается, менять надо все колонки, чтобы и газ не вышло, и все нормально было. Так же думают и те, в чьих домах стоят котлы и замечают газовики. Но раз в год стреляет и палка. На улице Симонова газом отравилась целая семья. Диагноз – острая интоксикация. Скорую вызвал отец семейства, когда увидел, что жена и дети потеряли сознание, лежали на полу. Когда он вызвал скорую, далее он также потерял сознание, но скорая успела подъехать все достаточно вовремя. Сегодня, уже будучи в сознании, пациенты говорят, что поначалу газ не был заметен, но буквально за минуты начал сбивать их с ног. Оказалось, что так себя ведет угарный газ, проникающий в квартиру, например, от пользования колонками. ЦО не должен задерживаться дома, и газовики объясняют, почему. В отличие от бытового, угарный газ не пахнет, человек просто не замечает, как засыпает. В зоне риска старые дома с плохой вытяжкой и устаревшими колонками. Но нос по ветру нужно держать и в новых. В связи с тем, что на улице отрицательные температуры, люди плотно закрывают окна двери, устанавливают новые двери у нас с уплотнителями, пластиковые окна. Тем самым, приток воздуха отсутствует в помещении, не работает ни дымоход, ни венканал. Газовики предупреждают, будучи легче воздуха без вентиляции, угарный газ никуда не улетучивается. Поэтому лучший способ подстраховаться, это вовремя проверять все вытяжки и не забывать проветривать помещение. Рамиль Шайдолин, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Причиной пожара в Мензелинском районе могла стать неисправность проводки, либо перегрев электроприборов. Напомним, трагедия унесла жизни трех человек. 6 января отец и двое сыновей отравились угарным газом и погибли. Частный дом не был газифицирован, его обогревали электропечкой. Следственный комитет возбудил уголовное дело сегодня на месте трагедии. Побывали наши корреспонденты и поговорили с очевидцами. Здесь до сих пор стоит запах гари, а жители села то и дело вспоминают трагическое утро января. Этот пожар унес три жизни. В огне тогда сгорели отец и два сына. Жена ушла в ночную смену. Порядочная семья, не пьющая, ничего. Отзываются люди положительно, хорошие люди. Семья переехала в поселок в 2016 из набережных Челнов. Нам от капитал купили дом. Старшему сыну было 15, младшему 5. Семья очень положительная. Двое детей, вот старший брат. Брата тоже хорошо знали, потому что всегда приходил в садик, забирал. Очень спокойный мальчик, со всеми дружил. По факту гибели, Следственный комитет возбудил уголовное дело. К проверке подключилась и прокуратура. Инициирована проверка соблюдения федерального законодательства в жилищно-коммунальной сфере, а также по соблюдению прав несовершеннолетних граждан на жизнь и здоровье. Глава поселения говорит, Петровы обогревали дом электрической печкой. Газ не проведен. За несколько дней до пожара к семье приходил участковый, говорил о безопасности. Но в совхозе еще три дома, где до сих пор нет газа. Масляные радиаторы при пожаре нашли. Газом они, говорят, обращались, по их словам, в горгаз. Но почему-то им не сделали. Теперь все эти факты изучают следователи, ведь важна каждая деталь в памяти трагедии двухгодичной давности в пожаре. В Лениногорске тогда сгорели пятеро детей и их мама. Дома не было газа, семья обогревалась как могла. И вот еще одна история по такому же сценарию. И хотя причиной установит следствие, уже понятно, что главам поселения следует быть внимательнее к таким проблемам. Елена Веселова, Анна Городнова, Ильшат Аюпов, Альберт Шафигулин, ТНВ, Менделинский район. Нижнекамский и Лабужский район стали ближе. Их соединила переправа. Сейчас она открыта только для надзорных органов, которые проверяют состояние льда от их заключения. Будет зависеть, когда ледовая дорога откроется официально. Переправа позволит сократить путь от Нижнекамска до Казани на 90 километров. Стоимость проезда останется на уровне прошлого года. 150 рублей для легковых автомобилей и 200 для внедорожников. При выходе на лед автомашины будет также проведен инструктаж. Доведено, что дверь должен быть открытой. Пассажиры должны оставаться на берегу и они должны переправляться пешком. В Татарстане появится нерестилище Стерляди. Приказ о создании природного зоологического заказника подписал сегодня премьер-министр Алексей Песошин. Зона охватит 8 районов республики. Здесь нельзя будет ловить царскую рыбу и вести какие-либо работы на территории устья Камы. Что планируют сделать, чтобы Стерлядь в татарстанских водоемах чувствовала себя, как рыба в воде? Ситуацию изучила Альбина Солгараева. Специальные бассейны под определенной температурой, насыщенные кислородом, таковы промышленные условия выращивания Стерляди. Рыба долго растет, за год достигает всего одного килограмма. Икру можно получать через 3-4 года. Бизнес рискованный и требует постоянных вложений, говорит владелец рыбной фермы. Стерлить – единственный вид осетровых, который может размножаться в естественных условиях. Больших инвестиций тогда и не нужно. Только исключить отлов браконьерами и любые работы в устье рек, где обитает рыба. Сегодня Стерлить в Красной книге Татарстана. Чтобы сберечь популяцию, еще в 2016 году президент Рустам Мениханов поставил задачу усилить охрану территории обитания рыбы. С начала 90-х его численность снизилась более чем 10 раз. Причинами являются добыча в местах нереста, нерутных стройматериалов, прежде всего ПГС, и бесконтрольный промысловый вылов рыбы до установления запрета. Нерестилище Стерлиди в республике охватят 7 районов. Агрызский, Елабужский, Лаишевский, Мамадышский, Менделеевский, Рыбнослободский, Тукаевский, Чистопольский. Территория получит статус особо охраняемых природных зон. Режим особо охраны введен, уже введен, где запрещены те действия, которые будут способствовать сокращению или препятствию мероприятию, препятствию воспроизводства стерли на территории республики. Стерлить в естественных условиях размножается медленно. Предполагается, что в течение 10 лет ее популяция достигнет нужной численности для исключения из Красной книги. Еще одна природная охранная территория появится в русле реки Меша. Таким образом, экологи надеются спастись за она от массового браконьерства. Сейчас проект на утверждении в Министерстве природных ресурсов Российской Федерации. Альбина Слагараева, Марат Зайдуллин, ТНВ, Лаишевский район. Снега этой зимой немного, но даже его не все вывозят по правилам. Незаконные снежные дюны появились на границе Казани сегодня и их выявили в ходе ночного рейда экологи. По факту нарушения идет проверка. Уже взяли пробы на содержание нефтепродуктов, реагентов и токсичных веществ. Результаты будут готовы через неделю. Снег, который образовался от уборки уличной дорожной сети, он загрязнен реагентами и нефтепродуктами. При превышении определенной допустимой концентрации данных химических элементов, соответственно, будет негативное воздействие на окружающую среду. Это новости Татарстана и вот о чем далее. В подарок татарстанской митрополии ключи от автомобилей. Три машины вам ждут. Вы знаете что, очень благодарны. Об итогах встречи президента с митрополитами и епископами слова Тухмадуля. Управляющие компании будут лишать лицензии за грубое нарушение. Через пять лет все, что она натворила, можно было подвести итог. Об изменениях в жилищном кодексе Анна Городнова. Восстановление храмов, социальные проекты и благие дела. Сегодня Рустам Мениханов встретился с архиереями Татарстанской митрополии Русской Православной Церкви. Епархии и республики получили в подарок от президента ключи от новых автомобилей. Салават Мухмадуллин продолжит. Во время встречи Татарстанская митрополия получила в подарок от президента три таких автомобиля. По заверениям епископов, они будут использоваться только для социальных благих деяний. Машины уезжают в Чистополь, Альметьевск и Казань. Все они для благотворительных организаций при епархиях. Вот этот хороший задел в начале года, когда мы можем уже в перспективе своей реализовать многие возможности, аспекты нашего делания в нашей Чистопольской епархии и послужить народу республики и в общем народу России. На повестке встречи сегодня мир, согласие и проекты в области социального служения, образования и культуры. Особое внимание президенты и священнослужители уделили обсуждению строительства собора Казанской иконы Божьей Матери и восстановлению храмов во всей республике. Когда есть мир согласия, когда мы друг друга уважаем, то все у нас получится и все у нас будет. Встреча президента с представителями разных конфессий уже добрая традиция. Только в ноябре вместе с еврейской общиной был открыт Центр изучения Торы в Казанской синагоге. До этого Рустам Мениханов стал гостем съезда Духовного управления мусульман. Ежегодными стали встречи с главами всех основных конфессий. Это свидетельство той нормы, которая позитивно сложилась в Татарстане и является добрым примером. По итогам встречи договорились продолжать тесное сотрудничество и реализовывать планы, которые были намечены на православном форуме. Слова Пухмадулина, Андресен Тальцев, ТНВ, Казань. Низкий процент специально для многодетных премьер-министра России Дмитрий Медведев утвердил правила господдержки ипотеки для семей с детьми. Нововведение будет действовать для тех, у кого с 1 января этого года и до конца 2022 года родится второй или третий ребенок. Эти семьи смогут рассчитывать на субсидирование государством процентной ставки по ипотеке до уровня 6% годовых. Такое решение позволит выдать до 600 миллиардов рублей жилищных кредитов многодетным. Меры предпринимаются по поручению Владимира Путина ради улучшения демографической ситуации. Управляющие компании будут лишать лицензии за грубые нарушения. С нового года введены принципиальные изменения в жилищный кодекс. Доказывать свою пригодность организации должны будут каждые пять лет. Именно на такое время будет выдаваться лицензия на управление домами. Кроме того, компании обязаны будут раскрывать, из чего складывается стоимость на их услуги и тарифы. Наведут ли изменения? Коммунальный порядок пыталась узнать Анна Городнова. Не всегда, если честно, уж быть. Случай к случаю. Проверять счет фактуры удается не каждый месяц, говорит житель этой казанской многоэтажки. Платят, сколько начислили. И так поступают сотни горожан. Именно на таких жильцах и делают деньги управляющей компании, которые не раскрывают информацию в счет фактурах. В скором времени их обяжут детально расписывать каждую услугу. Одно из новых требований управляющие компании должны информировать жильцов о повышении тарифов. Информацию они должны размещать на видном месте не менее чем за 30 дней до поступления платежа. Чтобы управляющая компания работала добросовестно, лицензию ограничат сроком в 5 лет. После УК должна будет снова доказывать свою профпригодность. А в случае грубых нарушений лицензию аннулируют. Перекачивание с одной статьи на другую. Но мы можем себе представить так. Вот я, допустим, дворнику не доплатил, слесарю не доплатил, а как управляющий заплатил себе. Является ли это грубым нарушением? Я считаю, является. Грубым нарушением считаются и те, которые повлекли опасность для жизни и здоровья. Правда, что именно понимать под этой формулировкой законодатели пока не решили. Сейчас в Атарстане более 300 управляющих компаний. Следить за их работой призывают и самих жильцов. Собственники не очень инициативно и инертно. Мы всеми возможными способами, те, кто на прием приходит, даем методические рекомендации. Просим настоятельно. Если у вас есть свободное время, займитесь такой работой. Надо уметь ставлять претензии. Надо уметь своевременно, даже если ты не написал претензии, хотя бы позвонить надо управляющей компании или своей ТЦЖ, сообщить о том, что вот ваше несогласие, чтобы там зафиксировали. Изменения в жилищный кодекс не только ужесточают принципы лицензирования, но и дают дополнительную экономическую мотивацию для добросовестных компаний. Сэкономленные деньги позволят направлять в прибыль. Анна Городнова, Рандель Гарипов, ТНВ, Казань. Поддержали материально. Сегодня около ста челнинских семей получили сертификаты на материнский капитал. В рамках реализации программы государственной поддержки в городе выдали уже более 36 тысяч сертификатов. Размер мат-капитала в 2018 году остался прежним 453 тысячи 26 рублей. Но есть некоторые изменения. Если в семье появился второй ребенок с 1 января этого года, можно будет ежемесячно получать выплату из средств мат-капитала. На это могут претендовать семьи, где доход не превышает 13 тысяч 700 рублей на человека. Также снят трехлетний мораторий на распоряжение средствами на дошкольное образование. Конечно, рады. Мы потратим на ипотеку, внесем туда. Это у нас вторая дочка родилась. Первый был сын. Мы очень рады и хотим потратить материнский сертификат на приобретение жилья. Без рук. С этого года врачи страны будут проводить медицинские консилиумы в режиме онлайн. Получить консультативную помощь квалифицированных специалистов можно будет через интернет. В Татарстане, который стал пилотным регионом, такая практика существует уже 4 года. Как работает телемедицина, узнала Алина Бережная. Попал в аварию, теперь лечится в Чистопольской ЦРБ. У этого пациента серьезные травмы. Опыт районных врачей недостаточно. Поэтому дистанционную медицинскую помощь оказывают высококвалифицированные специалисты РКБ. После проведения видеоконференции, телемедицинской консультации, бывает три варианта решения вопроса. Первый вопрос это коррекция тактики лечения пациента непосредственно в районной больнице. Второе это перевод пациента по линии санитарной авиации в нашу клинику, Республиканскую клиническую больницу. Когда пациент нетранспортабельный, тогда наша бригада врачей бежит на место и начинает оказывать непосредственно на месте. Здесь ежедневно врачи проводят до восьми таких онлайн-консультаций со специалистами из других районов Республики. Интернет-консилиумы идут уже четыре года. Тогда Татарстан стал пилотным регионом. А с этого года опыт Республики уже законодательно возьмут на вооружение и другие субъекты. Бывают очень сложные случаи. И как раз видеосвязь, видеоконсультация помогает ускорить этот процесс. Выходить на связь можно и заграничными клиниками. Всего один клик мышкой. И мы уже в Санта-Барбаре. Пока столицы регионов учатся лечить дистанционно, в Татарстане пошли дальше. Теперь у нас телемедицина придет и в больничные отделения. Так не только улучшится качество оказания медуслуг, но и решится проблема нехватки узких специалистов. То есть каждый специалист, находясь дома, в отделении, во время операции, может проводить консультацию уже через смартфон. Дистанционная помощь себя уже оправдала. Только в прошлом году благодаря ей подняли на ноги почти тысячу пациентов. Алина Бережная, Ильшат Мухаммедов, ТНВ, Казань. Без мишуры и серпантина. В Казани принимают новогодние елки. До 31 января отслужившую хвойную красавицу можно оставить в специальном контейнере по адресу Адели Кутуя, 160. Деревья пойдут на корм козочкам. Сколько уже успели собрать и пользуются ли популярностью, такие пункты узнала Анна Рыкова. Закончились новогодние праздники. Во многих домах остались живые ели, которые нужно как-то утилизировать. Сделать это можно не только традиционным способом, отправив символ Нового года на мусорку. Это одна из торговых точек. Все деревья, которые не смогли продать, остались здесь лежать забытыми в сугробе. Но мы это так не оставим. Вот очередная елка оказалась на свалке. Ее мы тоже возьмем с собой. Извините, пожалуйста, а здесь елки принимают? Да, да, именно здесь. Тут одинаково рады всем хвойным красавицам принимают и ели, и сосны, и пихты. Для козачи, которые живут на ферме в Верхнеуслонском районе, это настоящее лакомство. И в иголочках, и в коре содержатся полезные вещества. В прошлом году за месяц для них собрали более 160 деревьев. Акция стартовала у нас сегодня, 10 января, и вы, как можете видеть, мы уже за сегодняшний день собрали довольно-таки много елок. Население принимает активное участие, что не может нас не радовать, и мы надеемся, что мы превзойдем результат прошлого года. Вот и мы сделали доброе дело. Атрибут Нового года, который стал уже не нужен, принесет пользу братьям нашим меньшим. Алла Рыкова, Марат Саидгараев, ТНВ, Казань. Далее о спорте, о погоде. А в 20.30 всех любителей хоккея ждет игра. Акбар встретится с рижским «Динамо». А посему я с вами прощаюсь. До завтра. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова На предприятии «Челный Кировец» полностью переверут ваш трактор, заменят износившиеся узлы и агрегаты. Предприятие «Челный Кировец» легендарному трактору «Вторую жизнь». Я так давно в России, что уже почти и забыл о том, что я финн. А из финского у меня квартира от компании «Юйти». Добрый вечер. Новости спорт на ТНВ в студии Алмаз Гафиатов. Самый сложный перуанский путь с Дакара пройден. 330 километров четвертого этапа стали настоящим испытанием для грузовиков. Камазовцам приходилось буквально вытаскивать друг друга из ямы. На определенных точках команды теряли по 30, а то и больше минут времени. Самым коварным получился 227-й километр этапа. Именно на нем многие пилоты теряли время, причем значительное. Камазовцы по доброй традиции выручали друг друга. Везло не всем. Первым финишную пряму уже в третий раз пересекает экипаж Эдуарда Николаева. В общем зачете он оторвался от Вилагры и Вязовича. Остальные представители «Синей армады» пока в роли догоняющих. На пятом этапе грузовикам предстоит преодолеть 267 километров. Неожиданности гарантированы. Начали искать точку. Там такое плохое место. Дюны расположены очень высоко, плохо берущиеся дюны. Корявые, труднопроходимые. К новостям баскетбола. Казанский уникс добыл выездную победу над Лиможем во втором туре групповой стадии ТОП-16 Еврокубка. Хотя начала встречу команда «Прифтиса» не совсем удачно. Лишь только к последней четверти казанцы сравняли результат. Финишный рывок позволил команде вырваться вперед на 7 очков. Тем не менее, французы не сдавались и сумели навязать борьбу вплоть до финальной сирены. Казанцы одержали победу 69-66. Самым результативным в составе победителей стал Стефан Восьме, набравший 13 очков. Пока футболисты Рубина проводят сбор в Абу-Даби, команду покинул 25-летний защитник. Швейцарец Морец Бауэр подписал контракт на 4,5 года с клубом английской премьер-лиги Сток-Сити. А в 20.30 по московскому времени не пропустите игру между Акбарсом и Рижским Динамо. Отметим, что в Риге Акбарс не может выиграть в чемпионатах КХЛ с 2013 года. Два последних матча на выезде были проиграны с общим счетом 1-5. Эта игра станет заключительным в длительной выездной серии Казанского клуба. После чего команда Белелединова через неделю сыграет в Татнефть-Арене против Йокерита. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА По данным сервису Яндекс.Погода на юго-востоке в Бугульме Бавлы-Ознакаево ожидается облачная погода с прояснениями. Выпадет снег и около 6 мороза. На северо-востоке в Ниждекамске, Набережных Челнах, Елабуге пасмурно. Временами со снегом и 5 градусов ниже нуля. На севере Татарстана, Менделинске, Агрызе, Менделеевске также пройдет небольшой снег и до 5 мороза. На северо-западе Варске, Кукмаре, Болтасе. Синоптики обещают минус 6 и временами небольшой снег. Облачная погода со снегом и на юго-западе Татарстана. Около 6 градусов ниже нуля. В центральных районах Чистополя, Альметьевске, Мамадыши ожидается пасмурная погода. Временами выпадет снег и минус 5. В последующие дни температура значительно понизится. Осадки прекратятся. В Казани облачная погода с прояснениями. Временами небольшой снег. Температура воздуха минус 5, минус 7. Ветер западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 89%. Магнитные поля Земли спокойные. Это вся информация о погоде. В студии была Лейла Латыпова. Увидимся на ТНВ. Субтитры создавал DimaTorzok